здравствуйте михаил петрович это мне вопрос и вам друзья здравствуйте кто нас смотрит спасибо вам за ваш канал пожалуйста ваши советы и что общаетесь с нами и заряжаете позитивом с нашим удовольствием так у меня к вам вопрос по поводу вашей школы тестеров немного о себе меня зовут настя настенька это мне очень нравится имя настя такое прям как изморозка знаете настенька 26 лет молоденькая по образованию я гуманитарий хорошо но ваши видео вдохновили меня попробовать себя войти и возможно изменить свою жизнь к лучшему так вопросы требуется ли первоначальная айти или общая техническая подготовка для того чтобы успешно поступить и успешно окончить ваш курс реально ли вообще гуманитарию осилить айти никогда не изучала никакие технические специальности могу лишь сказать что я прилежная ученица и к учебе отношусь серьезно но я хочу сказать что прилежная ученица относящаяся к учебе серьезно это уже большое дело уже большое дело на самом деле как вот как вроде не так много казалось бы а достаточно редко встречается если реальные перспективы мне найти работу после окончания вашего курса в америке английский свободный гуманитарий после вашего курса в америке тут конечно в вопросе нет ничего по поводу ее статуса иммиграционного то есть если разрешение на работу ну давайте мы так и так поговорим и так надо все таки будет начать с того чтобы разделить кардинально на две разные ситуации у человека есть разрешение на работу у человека нет разрешения на работу если человека разрешения на работу нет то я не думаю что наш курс каким бы то ни было образом может помочь хоть в чем бы то ни было то есть я даже представить себе такого не могу вот поэтому может быть это сразу нужно отрезать куда-то искать послушай ты можешь быть войти ты можешь быть в америке все это нормально но ты должна каким-то образом решить вопрос легализации или ты вышла замуж за гражданин сша получил грин карту либо ты там я не знаю что случилось приехала закончил университет там получила там разрешение на работу на несколько лет и так далее но но не просто так то есть вопрос легализации отдельный вопрос значит следующая часть это девочка 26 лет с разрешением на работу с хорошим английским гуманитарий мотивированная аккуратная такая прилежная и так далее значит конечно тут есть проблема одна потенциально я могу сказать что при всей мотивированности и как бы при всем желании там хорошо зарабатывать и так далее есть люди которые не могут этого делать в силу склада характера ну как еще сказать вот склонности и предрасположенности но вот и здесь гад ним не мое понимаете вот есть люди которые и отучились и и вроде и практику прошли вроде бы им только вот на маркет там только на рынок там и они раз уже куда-то ушли там где-то а то есть вот они они не смогли переступить вот через это вот не моё понимаете вроде хочется и и пришел и деньги заплатил и вроде даже старался и учился хорошо знаете об этом раз и не моё поэтому это бывает это это не безумно редко поэтому чем чтобы я советовал девушки сделать я бы советовал ей взять может быть каких-то пару курсиков ну не бесплатно так же бесплатно я не знаю трудно учиться так как бы собраться трудно а так долларов за 25 за 30 за 15 там вот есть какие-то онлайновые курсы вот я не знаю там какой-то язык программирования возьмите или там может быть веб-дизайн там что-нибудь такой странички делать в интернете может быть так для гуманитария такая визуализация более четкая то есть может быть это интереснее будет ну что-то возьмите технический курс и попробуйте вот так поучиться сходите пожалуйста возьмите живьем если так вот в онлайне не хочется но живьем дороже просто стоит намного вот а так можете в онлайне можете живьем сходите живьем или в онлайне по деньгам и поучитесь и посмотрите как у вас идет не 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 windows конечно надо изучать там или там не 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 пользования там android а что-то такое более техническое вот там с кодированием вот вы можете попробовать себя в этом деле может доказать что вам очень нравится на самом деле то есть есть масса гуманитариев которые виртуозные совершенно технари при этом при всем вот теперь то есть можно попробовать вы можете послушать наш курс на русском языке портнов точка ком слэш ru ru там на русском языке 20 часов лекций из 20 часов лекций там может быть четыре часа это там резюме сопроводительное письмо поиск работы то есть чисто технических там вот 16 часов ну наверное надо еще будет позаниматься там какие то мы вещи делаем по ходу дела но во всяком случае вы посмотрите я бы дал на английском но просто нет свободном доступе вот так не вывешен целый курс поэтому посмотрите на 4 если у вас пойдет значит пойдет на англоязычном сайте школы у нас не сайте канале ютюбовского есть такой пар партнов скул да youtube.com слэш партнов скулл там как раз последних там 13 видео по вам они там маленькие но там по 20 по 30 минут там идет курс по автоматизации тестирования на с помощью селениума и чуть-чуточку чуточку джава там чуточку чуточку для абсолютно неподготовленных людей но вот прямо совсем не подготовлены вот попробуйте это кроме того на этом англоязычном курсе у нас видео много-много часов там и по сиквелу и по тест документации по тестированию в agile html и java script там я не знаю но может быть там не безумного качества мы там в аудитории обычно пишем но но это не важно посмотрите как у вас пойдет и если вы чувствуете как бы какое дыхание новое открылось и вроде как это ну хочется давайте вот если вам хочется у вас дальше все получится если вы говорите но в принципе конечно там терпеть можно это это уже не очень то наверное и стерпеть можно тоже можно как-то дальше сделать там следующий шаг и может быть еще даже больше чем один шаг то есть работ найти и как-то там существовать но вас куда-то вынесет еще то есть вы там не задержитесь особо вот а другой стороны может быть вы в хорошем смысле не задержитесь вас может вынести в project management куда-то такую в административную функцию что неплохо то есть можно начать в тестировании куда-то дальше пойти вот если вас это увлечет вы можете в принципе сказать себе ну отлично тогда я пока буду работать тестером параллельно может быть там пойду закончить что-нибудь по computer science там чтобы глубже знать и так далее иметь формальное образование это уже это уже как пойдет знаете как бывает я я подозреваю что хорошая девушка 26 лет даже 27 оказавшись в софтверной компании вот я представляю что у нас тут делается в кремниевой долине где ну просто демографически девушек не хватает катастрофически я думаю тут вообще таки откроются перспективы будут мешать вам работать и учиться мне кажется но это неплохо это неплохо я просто чего говорю что там большой пласт такой открывается но это как помните там про хозяйку медной горы там малахитовую шкатулку вот ну что год никита мастер не выходит каменный цветок понимаете вот каменный цветок тестирования программного обеспечения не у каждого выходит понимаете то есть как-то кряхтят многие а выходит не у всех поэтому но но безусловно можно попробовать и можно в смысле потестировать себя да вот там какими-то там курсиками онлайновыми не онлайновыми и посмотреть насколько она у вас идет вот да так что я бы сказал что там никакой такой сакральности загадочности чего-то непредсказуемого вот вот ничего такого там нету то есть вы можете заранее очень хорошо попробовать и посмотреть что у вас получится и так далее я я вижу очень много гуманитариев у нас нельзя можно гуманитариям отнести вот юристов например ну наверно не технари же они правда значит гуманитарии вот так очень успешные например есть изумительные ребята приходят которые приходят вот с таким бэкграундом многие спрашивают часто спрашивают вот я юрист вот как я буду потрясающе потрясающе потому что юрист на самом деле это что это тоже как тестер пришел он же работает в условиях заданных правил ну законов назовем их законами подзаконными актами эти но вот есть вот абсолютно четко прописанные правила и дальше он должен классифицировать ситуацию вот под эти правила и со стороны прокуратуры и со стороны следствия и со стороны суда и так далее но это же нужно ну вот вот это это чистый тестер он уже он уже в тестировании давно мозгами он может это делать без компьютера там это другой вопрос но поэтому никакой стены там нет вот вне вас нет никакой стены если стена есть то она внутри вас поэтому вы должны себя протестировать на предмет наличия стены вот и счастливо успехов и как бы даст до встречи на нашем канале